Дорогие женщины, прежде всего, конечно, хотел бы и от себя лично, от всего нашего коллектива, да и от всех жителей нашего района, я имею право поздравить вас с нас, ругающим 8 марта. Одним из, наверное, самых прекрасных, теплых и добрых, наверное, праздников. И, конечно, вам хочется сказать спасибо за то, за все, что вы делаете. За ваши теплые руки, за ваше терпение, которого нам, мужчинам, очень часто не хватает. За то, что вы многие вопросы решаете, просто прикоснулись в своих рук. И вот особое уважение вызывает всегда, конечно, у меня женщины, которые и на государственной службе, и трудятся, и успевают совмещать домашнюю работу с работой государственной. Особая слава богатства у меня к медицинским работникам за все, что они сделали, и продолжаю делать. У педагоги, да, это вот особая категория, я не буду всех выделять в сферу деятельности. Каждый по-своему не оценил. И да, вот, и особо неоценимая женщина, которая лишила себя всякой радости, кроме своего дома, вот, практически ничего не видит, и вот так полностью себя посвятила семья. Поэтому еще раз вот от своего лица хочу поблагодарить каждую из вас. Вот, конечно, пожелать вам, чтобы вы всегда оставались вот такие же радостные, как сегодня. Я очень надеюсь, что вот в нашей такой встрече я сумел поднять вам настроение, сделать ваш сегодняшний день приятным. Я перед нашим таким добрым собранием вспомнил такие замечательные стихи, которые я люблю очень повторять. Это стихи нашего великого Росла Гамзата, у которого я в том числе много мучусь. Я люблю очень его творчество, и многие моменты вот его мне помогают, лично мне в жизни помогают. В самом деле, вот, ну, мудрость наша горская излучается, тем более от таких добрых людей. Живую низко голову склоня, я миллион женских рук любимых. Их десять добрых пальцев для меня, как десять перьев, крыльев лебединах. Я помню эти руки с детских лет. Я уставал, они не уставали. И маленькие, свой великий след, они всегда и всюду оставляли. Это такое длинное стихотворение, вот, вам пересказал отрывок. Очень люблю эти стихи, потому что, наверное, отчасти понимаю, вот, все, что говорит самих про женские руки, вот, на которых мы выросли, да? И по себе могу сказать, вот, вы, наверное, многие знаете, я в восемнадцатом году уехал отсюда, в Махачкаву переехал. И вот в двадцатом году, в апреле, вернули меня, да, на родину. И одно из главных, чему я больше всего радовался, эти должности, это очень головная боль испытания и потеря здоровья, наверное. Но главное счастье мое в том, что я оказался вновь рядом с родителем. И прежде всего, конечно, с матерью рядом, потому что мы все понимаем, вечно мать рядом не будет. Ну, только всевышнему известно, кто раньше покинет, да, ребенок или мать, но это большое счастье, что вот, вот, ты каждый день, каждое утро, по крайней мере, каждый вечер мог зайти к своей маме, провести пять минут рядом с ней, вот. Потому что уже с возрастом, особенно вот, когда родители говорили раньше, вот появятся у тебя свои дети, ты поймешь, да, нашу боль. Это действительно понимаешь, когда уже свои дети появились и начинаешь ценить по-настоящему этих родителей. В молодости, когда ты холостой, у тебя ветер в голове бывает, не понимал до конца эти вещи, хотя и сомным видом говорил, да, я все понимаю. Когда уже свои дети появляются, начинаешь ценить это все, и я вот искренне благодарю всеучно за то, что есть у меня возможность быть рядом со своими родителями и прежде всего с мамой, конечно, и чего и вам желаю. Чтобы как можно дольше в своей жизни у вас была возможность быть рядом со старшими, с бабушками, с мамой и так далее. Это большое счастье для нас, благодаря вам, женщине. В следующем году хочу всех вас поздравить с этим вашим замечательным праздником. На самом деле, если раньше нас, праздничные говоря, в данном прошлом году, хочу сказать, что хранители, очага, воспитатели, детей, растут, детей сейчас, это сказать нельзя. Вы самые активные образы участвуете в жизни района тоже. Приятно видеть полный зал, и большинство здесь сидят, работники бюджетных и бюджетных организаций, которые занимаются развитием района, обслуживанием населения, и очень услышно. Я надеюсь, что вы участвуете в жизни напрямую или косвенно, даже как косвенно сказать, напрямую, является то, что в совете от 99-го года 500 человек были угрожены государственные органы. В том числе, три человека звали Герои России. Такого района в Дагестане нет, что-то. Три человека были Героем России, Российской Федерации. И это благодаря нашим женщинам, материям, нашим героям. Одна следит слева, назвательный справа тоже сидит. Вот благодаря какой честь, с гордостью говорят, когда сюда приходят, подогреваются нашим памятникам, они удивляются, когда им говорят нашу историю. И больше они удивляются просто нашему району и нашим простым людям, женщинам. Вам большое спасибо. Хочу вам пожелать, как у вас это есть, большое терпение, успехов в работе. И успехов в нашей работе нам важен, потому что наших детей в жизни провожают основные. И детсад, и школа провожают. У нас детсад все работники, ясные женщины. Конечно, чтобы вас радовали, прежде всего ваши близкие, и, конечно, районная администрация тоже. Я начал радовать и радовывать. А другой, либо нельзя говорят, здоровье родителей – это счастье или успех детей. Удачи вам, успехов. Спасибо. Я от себя лично и от администрации селения Водлих искренне поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы вас радовали ваши дети, чтобы вы гордились своими детьми с праздником. Спасибо нашим матерям, спасибо сестрам, спасибо женам, спасибо бабушкам, спасибо нашим няням, педагогам, медсестрам, врачам. Всем спасибо. Пусть всегда на ваших лицах будет весна, несмотря на возраст и погоду. Спасибо за то тепло, которое вы дарили нам. Холод зимой, светили без света ночью. Всех словом за разный скажет спасибо, поздравляю вас. Конечно, вы заслуживаете не только сегодня вот такое внимание, заслуживаете каждый день. Пожалуйста, знайте, что мы вас ценим, любим, уважаем каждый день, не только сегодня. Вы для нас всегда прекрасны. И когда я сюда шел, мой сосед, очень замечательный человек, начальник УФСБ, Савман Ахмедович, он меня просил от его лица тоже передать вам теплые слова, поздравления. И, конечно, я всегда желаю ему словами Расула Гамзата, который мы часто цитируем и заслуживает цитирования. Желаю, чтобы в ваших домах всегда было тепло, удобно и уютно от улыбок ваших родственников и ваших друзей. Вы замечательны в вашем лице, я поздравляю всех женщин на этом свете с каждым днем, который мы проживаем здесь. Спасибо вам за все. Спасибо. Мне бывает приятно видеть своих тетей, бабушек в фотографиях. В награде пожарной грамотой муниципального района Водховский район обдула его Асиад Абдулхамидову, двухкалтеров муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия». Награде почетной грамотой муниципального района Водховский район обдулусимову Саня Абрхамидову, учителя технологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Миарсинская СУШ». Награде почетной грамотой муниципального района Водховский район Награде почетной грамотой муниципального района Водховский район Гайкуеву Мадину Гайдвихаму, учителя начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ангельская СУШ». Награде почетной грамотой муниципального района Водховский район Гайкуеву Мадину 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 Гайку Спасибо. Вот сюда. Фотография. Может, для отчетности. Наградить почетная грамота Министального района Боткинского района Идерисову Паризову Идерисовну, заместителя главы администрации сельского поселения Сельсовета Кельтуринский. Паризов, ты единственная, у кого две награды сегодня, да? Также за успешную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу о давлении изменений в Конституцию Российской Федерации объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Идерисовой Паризе Идерисовне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 207 Боткинского района. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наградить почетную грамоту Министального района Боткинский район Куромоговедову Зарейному Моговеду Рашидовну, специалиста Государственного бюджетного учреждения Республики Тагестан, комплексный центр социального обслуживания населения Министального образования Боткинский район. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наградить почетную грамоту Министального района Боткинский район Малерет Загидову Патиман Парку Лагну, учителя родного языка и литературы Министального образовательного учреждения Рахатинская СОЖ. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря Патиману Маговеду район Парку Лагну, прекрасное мероприятие по родному языку провели. АПЛОДИСМЕНТЫ Наградить почетную грамоту Министального района Боткинский район Расулову Булгулу Масудиному Акушера ФАП Среднеградостей Государственного бюджетного учреждения Республики Тагестан Боткинская СОЖ. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю, Гу-гу. За что жизнь сколько родов принял? Ну примерно хотелось. Ни один какого-то лидер, наверное, без вашей помощи на свет не появился. Бери. Тысячи будет, да? Спасибо. Наградить почетной грамотой Министального района Боткинский район Сайпудинову по тематике гидируемого мастера Боечного цеха общества с ограниченной ответственностью Боткинская фабрика народных промыслов. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаменитые английские бурки это ее рук дело. Наградить почетной грамотой Министального района Боткинский район по мину Елену Владимировну. Директора Федерального государства Академного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 16. АПЛОДИСМЕНТЫ Без вас мы городок вообще не представляем, честно говоря. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ За добросовестным и эффективным работой в системе избирательной комиссии при проведении на территорию Республики Дагестан общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации муниципальных выборов, состоящихся в единый день голосования 13-го сентября 2020 года, поощрить благодарственным письмом избирательной комиссии Республики Дагестан Мусимову Мадину Мусимовну, системного администратора территориальной избирательной комиссии Боткинского района. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю вас, че, сфотографируемся. Мясо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИЗНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы растим как будущих матерей, так и будущих мужчин. И от нас очень много в этой жизни зависит. Но не все. Все-таки много зависит и от мужчин тоже. Спасибо. 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 Спасибо.